Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами анализируем состав геля для антидной геены с фитоантимикотиками брусника в нашей линейке наноорганит. Поскольку это гель, как всегда, начинаем с анализа моющей основы. Моющая основа композиция ПАВ. Здесь представлено неаногенным мягким лаурилоглюкозидом, как амидопротилобетаином, тоже неаногенный мягкий. И анионный как аэластеанат натрия, но несмотря на то, что он анионный, как аэластеанат носится в группе сверхмягких ПАВ. Он разрисован в значимых концентрациях даже для неслываемой косметики. И среди анионных ПАВ в последние годы появился и увеличивается очень резко целый класс таких мягких-мягких аминокислотных дерматинов, которые по мягкости превзошли даже считавшиеся когда-то эталонными классическими неаногенные ПАВы. Получается очень мягкая связка, без сульфатов в каких бы то ни было проявлениях, которые обеспечивают предельно мягкое очищение. Можно спокойно пользоваться этим гелем ежедневно. Давайте сейчас пройдемся по технологическим компонентам, чтобы на них уже не отвлекаться. Это пищевой ароматизатор, наш стандартный зеленый консервант. Глицерин, несмотря на свои увлажняющие свойства, не выделяю здесь как актив, потому что он использован больше как технологический компонент, чтобы ввести натуральные гелеобразователи. Натуральные гелеобразователи здесь три. Это гидроксетилцеллюлоза из хлопка, это альгинат из бурых морских водорослей и ксантановая камень. Ксантановая камень, напомню, микробиологически получается глицерин для ввода в состав этих гелеобразователей используется. Полиглицерин-4К-прав. Это натуральный из кокосового масла полученный салюбилизатор-эмолент, который используется для того, чтобы ввести в состав витамин Е. Витамин Е тоже не выделяю как актив, потому что, с одной стороны, это актив, будет, например, крем для лица, с другой стороны, вот в случае продукта для интимной гены и именно нашего продукта с очень высокими концентрациями экстрактов, витамин Е выполняет технологическую функцию стабилизации экстрактов, защитой их от окисления. Все остальное у нас с вами – это уже активные компоненты. Активные компоненты можно здесь разделить на несколько групп. Давайте пройдемся именно по группам. Первое, естественно, это растительные пребиотики. Это сорбитол из кукурузы и инолин из цикория. Пребиотики – это уже мастхэв-компоненты для продуктов для интимной гены, потому что нам в обязательном порядке нужно восстанавливать и поддерживать нормальное состояние микробиона. Микробион совершенно критичен для здоровья кожи и слизистых нежных интимных зон. Кроме того, по факту не является пребиотиком, но по функциям является здесь синергистом к пребиотикам. Молочную кислоту можно сюда отнести. Ее основная функция, естественно, это коррекция ПАЖ. ПАЖ у гели в интимной гены всегда достаточно низкий. Но молочная кислота, опять же, именно для интимных зон совершенно необходима компонент, потому что она является фактически продуктом метаболизма, львиной доли полезного микробиона в интимных зонах. И, естественно, когда мы даем продукты метаболизма, добавляем в среду, то это всегда тоже срабатывает как пребиотик. Вот конкретно в случае продукта в интимной гены молочную кислоту по функциям можно отнести к пребиотикам. Все остальное – это у нас уже противовоспалительные и антимикотические, антибактериальные компоненты. Если мы узнаем о противовоспалительных, то это, естественно, классический провитамин В5 пантелол и бисаболол из ромашки. Это такая классическая проверенная временем, в том числе на продуктах для интимной гены связка. Все секреты в ее действенности только в правильно подобранной концентрации, не экономить на этом сырье. Поэтому здесь это как раз дано в тех дозировках, которые объективно и эффективно работают. И остальные активы – это специфические активы именно для поддержания здоровья и профилактики воспалительных процессов в интимных зонах. Смотрите, про пандиол, дикаприлат, лауриновая кислота. Когда анализировали другие продукты, мы о них уже говорили, чем они интересны. Повторюсь все равно, потому что необычный актив. Я пока его особо что-то не встречала в подобных продуктах. Хотя у него есть очень хорошая доказательная база, очень интересная. Из него сейчас уже пробуют создавать с прицелом на фарм препараты композиции именно при кандидозах. Дело в том, что лауриновая кислота и каприловая кислота, про пандиол, дикаприлат – это просто эфир каприловой кислоты. Вот эти две жирные кислоты содержатся в кокосовом масле. Их там достаточно много. Много лауриновая кислота – это вообще основная жирная кислота кокосового масла. Но пока они содержатся в составе масла, то есть пока они висят в триглицеридах, у нас молекулы любого масла – триглицериды, это на одной молекуле глицерина висят три хвоста жирных кислот, такие трезубцы. Вот пока у нас эти жирные кислоты в составе триглицеридов, у них нет ярко выраженной антимикотической эффективности. Но как только вот эти хвосты жирных кислот отрывают от глицерина, у нас появляются свободные жирные кислоты. Вот конкретно у лауриновой и у каприловой проявляются очень ярко выраженные антимикотические свойства, Причем, и это самое важное, поскольку сами по себе эти методические свойства у них послабее, чем у тех же экстрактов, например, наших, которые мы используем, и послабее, чем у эталонных антимикотиков, но к клоуриновой кислоте и каприловой кислоте практически не вырабатывается резистентность, и они одинаково эффективны, в том числе против штаммов кандиды, устойчивых к антимикотикам, например, устойчивых к флуканозолу. Тоже уже на этом останавливалась, но еще раз повторюсь, сейчас нарастание резистентности, просто такое взрывное нарастание резистентности к антимикотикам и к антимикотикам, это очень серьезная головная боль в современной фармакологии, точно так же, как идет такая горда вооружений между антибиотиками и бактериями, появляется очень много резистентных и полирезистентных бактериальных штаммов и даже панорезистентных, то есть тех, которые устойчивы практически ко всем известным на сегодняшний день антибиотикам, точно такая же ситуация идет, к сожалению, среди грибковых возбудителей, появляется очень много штаммов резистентных к эталонным антимикотикам, то есть те антибиотики, которые считались беспроигрышными и гарантированно работающими еще 10-15 лет назад, начинают во многих случаях не срабатывать, потому что появляются полирезистентные штаммы той же кандиды, и как с ним бороться непонятно, и поэтому фармакология все пристальнее и пристальнее начинает смотреть в сторону, например, растительного сырья этих жирных кислот, то есть ищут те инструменты, которые пусть будут работать слабее, чем эталоны антимикотики, но будут работать в том числе на штаммы с высокой резистентностью, вот лауриновая кислота и каприловая кислота, ее эфиры как раз характерны тем, что к ним практически не вырабатывается резистентность, и смотрите, экстракт брусники с аргинином, я их выделяю вместе, почему? Потому что это как раз синергетическая связка, действительно удивительно, но конкретно экстракт брусники работает намного сильнее вместе с аргинином, и исследования научные как раз были, пришли, кстати, именно к этой связке. Чем она интересна? Мы все знаем, что экстракт брусники, он в народной медицине используется при тех же молочностях, при дисбактериозе кишечника, несколько сотен лет это точно, то есть он вроде как считается таким эталонным фитотерапевтическим средством при кандидозе, на самом деле, вот в плане антиметонического действия брусника уступает, например, той же кассии, вот наша пенка обледеной гиены в Джурассике с экстрактом кассии, вот конкретно в плане эффективности против кандиды кассия будет эффективнее, но у брусники, ее есть 1,5%, концентрация тоже святая из тех концентраций, которые... 1,2% это я имею в виду по сухому компоненту, обратите внимание, по экстрактивным веществам, концентрация взята из тех концентраций, на которых были хорошие результаты как раз в научных статьях и в клинических исследованиях. Вот еще раз чуть подробнее остановлюсь, что такое, например, концентрация 1,2%, но по сухим веществам, по экстрактивным. Это концентрация, которая получается, если вы возьмете 2,5 столовые ложки сухой травы и заварите их в одном стакане кипятка. Вот представьте себе, как вы обычно завариваете аптечную траву, у вас стандартная это столовая ложка на стакан кипятка, еще потом немножечко разводится, чтобы часть всего настоль, для того, чтобы ему было комфортно пить. А здесь получается концентрация в 2,5 раза мощнее, чем интересен экстракт брусники. То есть мы его знаем именно как такое народное терапевтическое средство при том же кандидозе, но на самом деле у брусники очень ярко выражена эффективность не только против кандиды, но и против золотистого стафилокока и кишечной палочки. И, кстати, вот как раз против золотистого стафилокока и кишечной палочки она работает именно в связке с аргинином. То есть брусника одна имеет слабую эффективность антибактериальную, у нее в основном антимикотическая проявляется, а в связке с аргинином у нее получается такая уже мультифункциональность, и она проявляет очень хорошую эффективность. То есть, вот как я сказала, против кишечной палочки и золотистого стафилококка, нам интересна, естественно, кишечная палочка. Почему? Потому что очень часто воспалительные процессы в антимных зонах не являются спровоцированными только размножением грибковых инфекций. Чаще всего они являются сочетанными, и чаще всего размножается банальнейшая кишечная палочка, которая у нас есть везде на кожных покровах, и от нее полностью избавиться совершенно невозможно. Ничего страшного в ней есть, пока она сидит тихо под клинтусом и не размножается. Но как только она начинает бесконтрольно размножаться, она носит свой вклад в воспалительный процесс, и, естественно, в идеале надо профилактировать бесконтрольное размножение не только кандиды, но и других сапрофитных бактерий, которые могут создавать нам неприятности. И в этом плане как раз вот этот вот гель с брусникой является очень хорошим профилактическим средством и средством на ранних стадиях воспалительных процессов, вот таких вот сочетанных. Поэтому продукт получился очень удачным, очень мягким, комфортным в использовании. Там нет никаких красителей, кстати, все окраски странные, нюансы в запахах наших продуктов, диантильной гиены, появляются именно из-за высокой концентрации растительных компонентов. И луриновая кислота, кстати, с пропангиодикоприлатом тоже вносят свой вклад в запах, поэтому если вам будут чувствовать какие-то странные ногти, в целом запах очень приятный, не пугайтесь, потому что концентрация активов высокая, у них есть своя запаховая нагрузка, ее полностью замаскировать мягкими пищевыми ароматизаторами не получается. То есть надо или тогда ядреный ароматизатор давать, чего, естественно, хочется избежать, или вот какой-то такой держать баланс равновесия между тем, чтобы работать на мягких, натуральных, безопасных компонентах, но и при этом, чтобы продукт был приятным. В результате получился, на самом деле, очень удачный продукт, рассчитанный на рутинный уход с хорошими профилактическими свойствами и способностью убирать на начальных стадиях какие-то воспалительные проявления. На сегодня пока все. Всего отличного дня!